МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ждает вас сегодня в выпуске. Душа, душа, душа! Прибыли на тушение условного пожара на территории Джума-мечети прошли пожарно-тактические учения. Скажем, пакетам нет. Дагестанцам предложили обменять пластик на эко-сумки. Мир еще узнает о дагестанском хоккее. Что еще обсуждали на коллегии Минспорта, смотрите сегодня в выпуске. Владимир Васильев ознакомился с инвестиционным потенциалом субъекта ВСКФО в Сочи. Там сейчас проходит российский инвестфорум. На объединенном стенде Минкавказа-России участники смогли увидеть уникальные преимущества региона для потенциальных инвесторов. Так, от Дагестана на выставке представлены два проекта. Один по созданию на территории республики современного инновационного предприятия по производству композитных материалов. И второй по строительству четырехзвездочного гостиничного комплекса Каспий-Плаза. И апарт-отеля Каспиан-Плаза. 26 административных дел было заведено на владельцев АЗС в Дербенском районе. В ходе проверок прокуратуры в деятельности 16 заправок был выявлен ряд различных нарушений требований пожарной безопасности, а также земельного и природоохранного законодательства. Кроме того, владельцы заправок не представляли отчеты у полномоченные органы о размещении отходов за минувший год. Также выявлены факты самовольного занятия земельных участков и их использования не по целевому назначению. Штрафы за парковку на обочине планируется увеличить до 3000 рублей. Соответствующий законопроект внесло Министерство транспорта России. Штраф будет применяться к автомобилям, скорость которых превышает 40 км в час и сделавших остановку в неположенном месте на участке автомагистрали. Как отмечают в ведомстве, это позволит снизить аварийность на дорогах. По статистике, ДТП с участием машин, остановившихся на обочине, всегда имеют тяжкие последствия. Пожарные учения на территории Центральной Джума-Мечети. Сотрудники МЧС провели показательные уроки для студентов Дагестанского гуманитарного университета. На месте событий побывала и наша съемочная бригада. Камиль Девятов продолжит тему. Расчеты МЧС по тревоге прибыли на тушение условного пожара. Здесь важна каждая секунда. Необходимо быстро оценить ситуацию и приступить к работе. Душай, душай, душай! Тяжело в учении, легко в бою. Первый этап – эвакуация студентов и сотрудников университета из всех помещений и корпусов. Далее – сами тактические учения. По легенде, на втором этаже в результате короткого замыкания электропроводки возникает пожар. Спасатели пробиваются в здание, находят условный очаг возгорания. Ликвидировав огонь, они приступают к эвакуации не успевших покинуть здание людей. Пожарная тревога. Срочно все употребли в помещении. Внимание! Пожарная тревога! Наряду с практическими занятиями были проведены и показательные уроки студентам и преподавателям университета. Сотрудники МЧС объяснили, как следует вести себя при пожаре. Дергаем чеку, сокра и нажимаем! Данные мероприятия, они запланированы еженедельно на различных объектах с массовым пребыванием у людей. В том числе и данный объект мы включили в данный перечень, так как здесь и ночное пребывание, и большие скопления студентов. Неподалеку тоже находятся объекты с массовым пребыванием у людей, такие как, например, Джима-Мечеть и музей «Моя Родина». Камель Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. В республике выявлено более 600 гектаров земли, высеянные опасными семенами. Посадочный материал неподтвержденного качества и сорта специалисты Россельхознадзора обнаружили в Казбековском и Карабудахкенском районах. При посеве в общей сложности было использовано более 14 тонн семян озимой пшеницы и ярового риса. Более того, полученная зернопродукция реализовывалась кооперативом «Новая жизнь» без декларации о соответствии, что свидетельствует об отсутствии необходимого лабораторного контроля за качеством безопасности, за установленные административные правонарушения в отношении директоров предприятий составленной проекта КАЛА. Отметим, что высев семян без документа может повлечь за собой не только отсутствие урожая, а также стать причиной заражения полей различными болезнями, сорняками и опасными карантинными объектами. Махачкалинцам предложили обменять полиэтиленовые пакеты на эко-сумки. Акция против одного из самых заметных символов загрязнения окружающей среды прошла сегодня в одном из столичных супермаркетов. Зумруд Гамидова с подробностями. Каждый год мы выбрасываем миллионы пластиковых пакетов. Их сложно переработать. На свалках они распадаются на мелкие частицы, которые попадают в воду и почву, загрязняют их и приводят к гибели животных. Это самый продаваемый товар в супермаркетах. Но сегодня горожанам предложили сказать пакетам «нет». Хотим привлечь наших жителей, горожан, для того, чтобы заменили свои полиэтиленовые пакеты, которые они покупают в магазинах, куда ставят свои продукты, овощи, другое, на биоразлагаемые или бумажные пакеты. Потому что мы, как все знаем, тех полиэтиленовых пакетов, которые у нас сегодня в обиходе, они разлагаются более 100 лет и наносят в очень такой значительной степени окружающей среде негативное воздействие. Всем покупателям было предложено обменять полиэтиленовый пакет на бумажный или биоразлагаемый. Такая упаковка, в отличие от обычных пакетов, разлагается менее двух лет и практически не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Делали это волонтеры совместно с известными спортсменами и общественными деятелями. Я думаю, что это очень актуально и даже, я бы сказал, очень необходимо для нашего города. И надеюсь, что у нас в республике наши представители и общественные деятели не только будут работать по замене и по изменению города также. Очень большая работа. Люди охотно отзывались на призыв общественников о сохранении экологии и использовании альтернативы пластиковых экологически безвредных бумажных пакетов. Эти пакеты и раньше были, мы заняли, давно надо было переходить на вот эти бумажные пакеты. Как считаете? Это более приятное и хорошее. Я ее не дожду, а для нас и делаю. По мнению организаторов акции, только вместе можно решить проблему загрязнения пластиком окружающей среды. И такого рода мероприятия будут продолжены и в дальнейшем. Замрут Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Семь лет на радость зрителей. Самый продолжительный телевизионный проект «Галерея вкусов» обретает новые масштабы. Теперь попробовать себя в кулинарном искусстве смогут и дети. Торговый дом Киргу совместно с телеканалом ННТ запускает новое шоу под названием «Супершеф. Дети». Сейчас мы разрослись до проекта, который позволит нам привлечь аж целых 24 ребенка. Кастинг мы объявим чуточку позже. О дате вы сможете узнать в инстаграмах Киргу, в инстаграмах телеканала ННТ. И самое интересное, что сниматься проект будет аж на целых 190 квадратах. Там огромная студия готовится. Будет привлечено 6 профессиональных поваров, как наставников. Будет потрясающий приз. А самое главное, что на финал приедут мировые повара с мировым именем. Среди них будут даже обладатели звезды Мишлен. Дагестанские зрители увидят, насколько креативны и талантливы наши дети. Ведь кулинарные шедевры будут готовиться из небольшого количества продуктов. Первый кастинг пройдет уже 16 февраля, но желающие принять участие есть уже сейчас. О кастинге я узнала, мне рассказали о нем родители. И я буду принимать участие в нем. Мы с мамой открыли рецепт это оладьи с шоколадом и бананами. Это было очень вкусно. И я это умею готовить так, чтобы другие говорили, что было вкусно. К проекту привлекаются дети от 8 до 12 лет. Основные требования к участникам это умение держаться перед камерой, легко и логично излагать свои мысли и, конечно же, любовь к кулинарии и креативный подход к приготовлению блюд. Итальянский тенор Кристиан Ричи встретился с дагестанскими зрителями в рамках своей творческой поездки в республику. Концерт исполнителя прошел на сцене театра поэзии в Махачкале. В рамках встречи маэстро исполнил популярные оперные произведения, а также провел мастер-класс для будущих музыкантов. В Каспийске стартовал чемпионат Дагестана по вольной борьбе. Соревнования на призы олимпийского чемпиона Загалава Абдулбекова проходят во дворце спорта, названном в честь другого знаменитого вольника, пятикратного чемпиона мира Али Алиева. На турнире выступает около трехсот спортсменов. Схватки в десяти весовых категориях продлятся в течение трех дней. Лидеры сборной от соревнований освобождены в эти дни. Они проводят учебно-тренировочный сбор в Сочи, где готовятся к Кубку мира и чемпионату Европы. По итогам соревнований в Каспийске будет сформирована команда Дагестана для участия в мартовском чемпионате СКФО в Хасавьюрте. Мир еще узнает о дагестанском хоккее. Уверенность в успешном развитии этого вида спорта выразил председатель правительства Артем Сдунов. Глава Кабмина сегодня участвовал в расширенной коллегии Минспорта Дагестана. Там же говорили о достижениях за минувший год и задачах на текущий. Курбан Рагимов с подробностями. До побед в хоккее нам пока далеко, но 2018-й был весьма насыщенным. Министр спорта Магомед Магомедов рассказал о результатах в борьбе и других традиционных для республики дисциплинах, где мы стабильно отличаемся. Всего на официальных соревнованиях с дагестанцами было завоевано более полутора тысяч медалей. Однако особо важное глава ведомства назвал работу по духовно-нравственному воспитанию спортсменов. Зачем нужны эти титулованные спортсмены, если они не стали людьми? Да пусть ты будешь 20-й кратким олимпийским чемпионом, если ты еще не стал человеком. Многие из вас заслуженные, перезаслуженные. И ваши труды, они уйдут в туман. Если, например, те, кого не воспитывают, завтра они дают себе знать как нехороший дагестанец. Говорили также о нехватке крытых спортобъектов и о слабом уровне развития школьного и студенческого спорта. А среди приоритетов на текущий год строительство мини-футбольных полей в некоторых горных районах, развитие водных и игровых дисциплин. Артем Сдунов все это поддержал и даже добавил, республика нуждается в большой ледовой арене. Мы за это серьезно взялись, надо построить, надо сделать. К нам будут приезжать великие спортсмены в области хоккея. Сами дагестанцы к этому виду спорта, я думаю, предрасположены. Я уж один раз даже сказал, потому что я боюсь дагестанскую команду хоккея, потому что с ними не хотел бы встретиться на противоположной стороне. Самое главное, спортивная подготовка и спортивный группы у вас есть, поэтому мир еще узнает о дагестанском хоккее. В целом, премьер назвал работу ведомства удовлетворительной. В завершении госнаграды и кубки получили работники физкультуры и спорта, а также лучшие спортсмены и тренеры по итогам 2018 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok